Сибирский картофель. Какие рекомендации дают садоводам опытные селекционеры? Гранты на развитие хозяйства. Как реализовать мечту начинающим фермерам? Битва за урожай. Какие прогнозы уборочной кампании дают специалисты? Здравствуйте, вы смотрите программу о хлебе насущном. В Боготольском районе в этом году два фермера хотят получить гранты на развитие своих хозяйств. Им еще предстоит оформить документы. Мы же побывали в гостях у тех, кто уже получил краевые средства и их освоил. Дмитрий Доброходов из деревни Георгиевка первый в районе, кто получил грант как начинающий фермер. Мужчина смеется, у него не было других вариантов. Нужно было кормить троих детей. В 2013 году ему выделили полтора миллиона рублей. На краевые средства купил технику и семь коров. Сейчас их поголовье уже приближается к сотне. Своё, так скажем, дело, своё занятие. Ну и самое главное – семья. В наше тяжёлое время найти работу по душе, не отрываясь от дома. Я считаю, для меня это вот так. Георгиевка – небольшое село, но здесь работают сразу три фермера. Виталий Коротченко-старший привык вести хозяйство с детства. Он родом из этой деревни. Работал в колхозе. После того, как предприятие закрылось, решил попробовать собственные силы. Получил грант – полтора миллиона рублей и стал фермером. Ну, для меня сильно сложности нет. Ну, что, как я работаю, работаю. Может, кто это уже привыкнуть, ну, как с этими с коровами, с телятами. Для меня как бы сильно сложности нет. Всё это как привычно, уже своим чередом идёт и идёт. Самый молодой в Георгиевке фермер – Коротченко-младший. Андрей вернулся из Красноярска и, как и отец, решил создать своё хозяйство. У молодого человека энергии с избытком много идей на будущее. Сейчас он держит 80 коров. Из них почти половина – это дойное стадо и 60 овец. Много работы приходится делать самому. Андрей Коротченко активно взялся за делом. Получил грант от Центра занятости населения. Затем краевую субсидию, как начинающий фермер. В этом году вместе с женой стал участником программы «Молодая семья» и начал строить дом. Кроме крупнорогатого скота, он держит домашнюю птицу и кроликов. Я вот вожу тонну молока, мне кажется, в неделю мы увозим. У меня больше 200 клиентов в городе. И мне не хватает ни молока, ни сметаны, ни творога. У меня просто расходится всё. Я не успеваю выращивать, допустим, птицу, ту же самую домашнюю. Яички. У меня вот ни сушек, я вот сто штук покупал, у меня просто яйца домашние. У меня дома нет яиц. Понимаете, я всё продаю. У меня жена ругается, ну как бы, ну а что поделать. Яйца продал, гвозди купил. Сейчас молодой фермер ведёт строительство доильного зала. Он хочет и будет развивать своё хозяйство дальше, наращивать объём производства молока и мяса. К слову, в районе сейчас работает 14 фермеров. Ещё два человека только планируют создать своё хозяйство. Они заявились на участие в грантах на 3 миллиона рублей. Один у нас с Юрьевского сельского совета, это Долгов Андрей. И вот с Владимировского сельского совета, это Репчонок. Репчонок он закончил вообще железнодорожный институт. У нас Долгов педагог по образованию. Ну, надеемся, что они у нас пройдут. Фермерство – это тяжёлая работа без выходных. Справиться с ней могут сильные, энергичные и добрые люди, ведь каждое животное нуждается в заботе. Помогает в стремлении реализовать мечту о собственной ферме – краевая власть. Суммы грантов ежегодно увеличивают. Сколько новых фермеров появится в этом году, узнаем совсем скоро. В Красноярском крае продолжается уборочная кампания. На сегодня аграриями обмолочено 574 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых, или 56% от плана. Получено 1 миллион 428 тысяч тонн зерна. Нынешняя урожайность – 24,9 центнеров с гектара. Эта цифра значительно выше, чем у наших соседей по Сибирскому федеральному округу. Самая высокая урожайность на данный момент зафиксирована в Ужурском районе, на втором месте – Назаровский, на третьем – Шарыповский. Четвёртое и пятое места занимают Каратузский и Большемуртинский районы. Ход работ замедляют непростые погодные условия. Осадки выпадают практически ежедневно на всей территории региона. Пессимизма абсолютно никого нет. Я знаю, что у многих хозяйств комбайнеры буквально, если не ночуют на поле, то находятся практически на поле и ловят каждый погожий час. Мы убираем с большой влажностью зерно, понимаем, что дополнительные затраты уйдут на сушку зерна. Но вместе тем все прекрасно понимают, крестьяне понимают, что это действительно тот период, когда год кормит, день кормит год. Поэтому уговаривать, настраивать людей на работу не нужно. В Красноярском крае подводят итоги проекта «Золотая сотка». Ранее в аграрном университете вывели два сорта картофеля. Это арамис и красноярский ранний. Семена раздали садоводам для оценки урожайности. Ну что, настало время пожинать плоды? Ничто так не греет душу садовода, как богатый урожай. Но ведь картошка – картошки рознь. Она отличается размером корнеплода, сроками созревания и вкусовыми качествами. Определиться с выбором красноярцам помогают селекционеры. Любовь Александровне предстоит оценить новые для нее сорта – красноярский ранний и арамис. Выкопали три куста, а ведро уже полное. По сравнению с тем, что у меня несколько сортов картошки, вот давайте обратим внимание, что вот это с одного куста, вот три картошки больших, а вот это вот то, что я садила раньше. Вот у меня на делянке 24-25 вот этих кустиков посажено картошек. И я с 25 кустиков снимаю по два мешка. То есть по четыре ведра. Мешки по четыре ведра. То есть она видна, то что урожайная. Я в этом году только на ней, скорее всего, и вылезу. Дачный проект «Золотая сотка» разработали сотрудники Аграрного университета совместно со специалистами Центра стандартизации и метрологии. Для того, чтобы население имело хороший посадочный материал и в дальнейшем собирало богатый урожай. Мы вот предложили такой эксперимент по популяризации правильных знаний, да, знаний о семеноводстве и возделывании картофеля. Поскольку все наши граждане издревле, да, издавна занимаются картофелем, и обычно семена они получают очень просто. Либо берут у соседей, либо отбирают свою мелкую картошку и в следующем году ее садят в землю. Вот. Это приводит к тому, что накапливаются разные возбудители инфекций и вообще происходит вырождение картофеля, и урожай становится все меньше и меньше, и потом останавливается на каком-то минимуме генетически обусловленном. Тогда как, если садовод красноярец приобретает элитный посадочный материал, то в течение четырех лет он может получать высокий урожай. Специалисты раздали семенной материал красноярским садоводам, а также дачникам и Кежемского района. По предварительным подсчетам, урожайность сортов красноярских селекционеров оказалась значительно выше. Нам было передано порядка 60 килограммов картофеля, но вот в этом году не очень благоприятные, конечно, погодные условия, значит, но все садоводы, которые получили этот семенной материал, они все очень довольны ими. Поэтому мы выражаем глубокую благодарность нашим аграриям, аграрному университету, за то, что они создали такой сорт. Новые сорта вывели в региональные лаборатории семеноводства Красноярского аграрного университета. Селекция картофеля здесь ведется с 70-х годов. По словам научных сотрудников, красноярский ранний хорошо известен за пределами нашего региона. Он отличается повышенной жаростойкостью и ранним формированием урожая. На 50-60-й день от появления всходов. Арамис селекционеры вывели два года назад. Сорт среднеспелый отличается повышенным содержанием крахмала. Его уникальная особенность в комплексной устойчивости ко всем болезням – нематоди, раку, фитофторозу и вирусам. Но для того, чтобы поддержать все эти достоинства, требуется введение определенной схемы семеноводства, говорят специалисты. Картофель, как вегетативно размножаемая культура клубнями, за счет этого очень быстро происходит накопление различных вирусов и бактериозов. И вот единственный путь освобождения – это как раз-таки в условиях культуры клеток и культуры тканей освобождать в лабораторных именно условиях. Начинается все это с вычленения опекальных меристем, то есть очень мелких структур растения, нескольких буквально слоев клеток, которые культивируются на питательных средах. Получаются растения, вот такие вот микрочеренки, то есть идет просто потом тиражирование. То есть вот либо вот такие растения оздоровленные, либо микроклубни оздоровленные используются уже для производства посевного материала и посадочного материала. Сегодня сотрудники Центра селекции семеноводства работают над разнообразным посадочным материалом. Это сорта для промышленной переработки, чипсовые, столовые и диетические. Вот она несъеденная, так она вот и пожалуйста. И поздно садила, тут раньше. На дачном участке Галины Яковлевны Лобановой работает конкурсная комиссия специалистов администрации поселка. Их задача накануне традиционного праздника Дня картофеля – определить победителей в различных номинациях. Наиболее престижные – урожайность куста и шушенский чемпион за самый увесистый клубень. Результат, показанный на этих шестисотках, судей впечатляет. В прошлый раз и было 12-250. В свои 85 лет Галина Яковлевна успевает содержать в идеальном порядке сразу два участка. Дети и внуки, конечно, помогают. И, как признаётся наша героиня, без дачи её жизнь не была бы столь насыщенной и интересной. Она с удовольствием делится секретами богатого картофельного урожая. Надо большую лунку делать, ну, конечно, подобрить земельку. И когда вот, я уже сказала, что когда вот так подрастёт немного, землю обязательно сверху не приплёснуть, не прижимать, а сверху, чтобы эта земелька была. Ну, вот такой вот секрет. И не лениться. Это моя жизнь. Меня ругают, убегают на дачу. Подружки ругают. И опять там, значит, это, ну, ага. Это, знаете, приедешь, кажется, и воздух здесь другой, правда. Вот. Я не так работаю, я прямо отдыхаю, кажется. Вот правда-правда. Конкурсную комиссию, определяющую победителей в номинациях «Урожайность с куста» и «Шушенский чемпион», встречали владельцы 12 участков. Они очень активные. И, знаете, их уже это захватило. И из года в год, знаете, участвуют, даже не имея больших и высоких показателей, а оно захватывает их. Поэтому это люди как в преклонном возрасте, так и молодые. Ну, азартные. Азартные. Однозначно, они азартные, понимаете. И говорят, ну, ничего, на следующий год мы победим. Картошечка, картошечка, полет, полет на шар. В зубках на крошечку вести это хорошо. В 11-й раз Центральная площадь становится местом проведения главного осеннего поселкового праздника – Дня Картофеля. Учрежденный по инициативе администрации поселка и местного совета депутатов, он стал традиционным. Мне хотелось бы от всей души поздравить вас с замечательным праздником. Праздником доброй осени. Картофель нынче уродился на славу, и я думаю, что и зима будет сытной и теплой. Сегодня здесь можно познакомиться с различными сортами второго хлеба. Узнать, какой из них подойдет для вашего огорода. Ежегодно на празднике картофеля свою площадку разворачивает Шушинский государственный овощной сортоиспытательный участок. Надежность сортов, их пригодность к выращиванию в нашей климатической зоне проверяется именно там. Наши сорта все столовые, все с высоким содержанием крахмала. Хороший районированный сорт, он у нас за стандарт взят, Красноярский ранний. Вот сорт очень вкусный. Одна из конкурсных номинаций праздника – картофельный карнавал. Здесь нужно удивить разнообразием сортов. Сорта картофеля советую, какие купить можно. Ну вот у кого столовая есть, то можно импалу. Она крахмала не очень, а вот из тертого что-нибудь делать. Долго не темнеет. Все пытаемся выяснить, вдруг какой-нибудь сорт не ест жук. И что удалось есть? Пока нет. Вот говорят, какой-то челябинский есть сорт. Он лохматый сам по себе, кустик. Вот нигде не найдем. На площадках праздника бойко идет торговля саженцами различных садовых культур. Был период, когда люди бросили земли, а сейчас как бы возвращаются. И больше спрос, конечно, идет на районированные сорта, которые здесь более уже устойчивые, прижились. Приобрели растения, чтобы посадить орех, яблоню и калину декоративную. Кульминация праздника – награждение победителей в главных конкурсных номинациях. Вернее, победительница в обеих одна – Галина Яковлевна-Лобанова. В ее огороде вырос самый большой клубень весом чуть менее полутора килограммов, а урожайность с одного куста превысила 12 килограммов.